вот новое кино для любителей мы дефектуем все дело джентра на предмет вмятинок на багажнике не все и везде видно через лампу поверьте мятины тут прям кучками рояться вот один из примеров такое впечатление что кто-то прямо взял и нарочно бил автофокус автофокус элит но тем не менее видно багажника очень хорошо досталось если бы кто-то учился стрелять то кучность хорошая здесь считать эти вмятины не собираюсь потому что есть такая шутка я остальки считать не умею сколько тут вмятин но одно ясное понятно что их тут много и большая часть этих вмятин будет как мы знаем находиться под жесткостями и в труднодоступных местах вот такой вот красивый у нас экземпляр машинки попался вот будем делать с этим как бы капотом уже почти я доделал немножко я так решил его отставить пока вот тут кое-как недоделки обкатать инструмент надо вот сделать новые ковырялочки хочу вот проблема вся что здесь не везде вот такой вот хороший за а в основном встречается вот такой маленький зазор куда маякалки мой инструмент не залазит или не эффективно вот я хочу тут может 20-30 мятин осталось таких они не сделанных не тронутых хочу чуть отдохнуть где особо доступе есть здесь на багажнике с людьми поставаться вот посмотреть каталоги инструмента что-то попытаться самому потому что ну когда нет доступа но это не рак получается поэтому я решил временно его отставить и на более легкую работу вот здесь на капоте позаниматься вот такая вот дефекту у нас ну что ж начинать будем сначала вот тут у нас так сказать от удара градины аж краска отскочила тут уже ничего не поделаешь ну надо будет сделать подкрасить и вот начнем как говорится сначала не все так удачно можно конечно снять но все довольно таки кому надо что вот потихоньку начинаем мы снимать работу уже некоторых мятинок нету здесь вот 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 поубирал конечно это видно что еще не выйдет но я не стремлюсь вот я сейчас стараюсь работать буйника просто захожу вот такими всякими небольшими крючочками с разными загибами делают то что мне удобно делать то что я могу сделать заходить в штатные технологические отверстия пробить впрочем будем потом то есть сейчас старая сделать аккуратно то что лежит на поверхности потом дальше будем уже затем что придется делать применяя какие-то спецсредства дополнительные в так чуть-чуть в сторонку чтобы понять надо лампу подальше надо придержать ну вот мы видим что не так уже и страшно эти ямки ковырять когда есть доступ есть терпение количество их резко уменьшается вот продолжаем дальше на шарту дрынь вот она вмятина была и нету вот потихоньку помаленьку продвигаемся вперед теперь а вот у нас что у нас на очереди вот она раз и два и три четыре будем вот эти вот штуки делать вот такое окно макс прям как в эту с таким зеленым он сначала но это лампа вот еще вот это вот место чуть доколаять надо вот тут но уже она так сильно не бы кует допустим как вот эти вмятины специально подскать для того чтобы было еще тут было раньше еще становится еще один из вариантов вот здесь вот тоже это у нас другая сторона медали тут тоже вот как будто кто-то разозлился и либо такое впечатление как будто кто-то стрелял стрелял хорошо профессионально кучно понабило тут ну куда столько вот вмятин тем не менее это не творно это все град тут тоже слегка вначале поковырять вот тоже практически как очередь трынь вот тоже трынь уже в разнобой интересное это дело болото тащить бегемота вот так вот ну вот что получается сколько тут было вмятин и теперь уже их тут нету только вот здесь вот для пиро и вот такая красота у нас теперь вот с этой стороны тоже мы смотрим вот где у нас начинаются вмятины вот аж где ну и поставлены для контроля так сказать эти тоже вот так пас идет я решил сделать небольшой перерывчик отвлечься вот отдохнуть на вот такой красоте вот почему бы то уже меня там подутомило это все хочется работы чтобы получалось вот так вот здесь то же самое что вы видите вот здесь как из предыдущих видео вид а теперь здесь вот так ровно красиво и аккуратно чуть я отдохну от машинки машинка от меня отдохнет иногда надо давать отдохнуть и себе и детали чтобы потом можно было сделать аккуратно там осталось немного как видно из видео то что пожеванное конечно это понятно но видно только тем кто понимает а так глаза она не бросается уже вот тем более что я хочу где-то у меня может через денек через другой появится вас взять этот самый индуктор делать опять такой же в таком же месте вот как вот здесь вот тоже кста у нас есть вот мы видим да прям на ребрышки ну вот есть у меня капот там учебно-тренировочный я на нем попасть попробую сделать в таком же месте тоже ребрышко тоже и немножко поковыряться полдня под индуктором там то все как он нагревает как выпрямляет ну короче идем об этом пока вот я решил пару дней просто отдохнуть на вот такой вот работе ну вот смотрим увеличиваем вот все видно тут еще все сна продолжаем работу сейчас чуть притушу ну вот плавно виднее да да так получше видно ну вот сейчас в серединке будем работать тут кучность большая ну вот так видно и так видно вот кусочками чуть вот здесь чуть вот здесь уже тут видно что ровно серединку и по чуть по чуть по чуть все восстановится вот и кто вот 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 так. Развлекаемся. Каде Райкина слушаем. И вот. Наши ямки, мятинки. От них никуда. Если там поменьше их. Но все равно как ни крути. Вот они и есть. Поэтому надо с ними тоже воевать. Ну ничего. Капот скоро завершится. Тут все самое удивительное. Получилось очень хороший. Выгинается туда куда мне хочется. И это как бы облегчает работу морально. Металл становится вот так как надо. Не так. Вот так домиком выставляешь и он становится ровно в плоскость. А это конечно так сказать человеку кто этим занимается приятно. Становится от того что металл не капризный. В отличие от вот того капота переднего это с этой же машины капот. Там он не хочет. Или в складку или еще чего-нибудь. А капот просто превосходный. В этом плане металл. поэтому продолжаем дальше работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...